Продюсер Ален Клер Режиссер Арно Селиньяк Рани, третья серия В фильме снимались Лео, Арно Бедуэ Дуду Маста, Паскаль де Малон Анде Коджа, Габриэлла Райт Эрик Вилар, Михаэль Аббитбуль и другие Оператор Хосе Антонио Лурейро Художник Ванесса Клер Рабыня Тебе больно? Подожди, подожди Расслабься Твои ступни вздуются, ты сможешь ходить минимум дней через десять Да и то с костылями Зачем ты решила бежать? Куда ты могла пойти в этой стране, которую совсем не знаешь? Накладывай ей эту мазь и меняй повязки каждый день, поняла? Да, доктор Ты знаешь, что тебя ждет, если ты повторишь попытку Тебе отрежут твой красивый носик Идем, Индра Я договорился с мадам Розой, что ты расплатишься со мной за консультацию Держитесь Тебе больно? Скажи, Франсуаза Да, Жанна Индра, почему она здесь? Она индианка, они осужденные И она не голодная крестьянка, так почему? Я не знаю Мы мало разговаривали, она очень скрытная Но я тебе кое-что покажу Смотри, это она здесь спрятала Я думаю, он заряжен Интересно Она знает, что ты его нашла Не думаю Положи на место И оставь меня, я устала Я хотела бы Чтобы мы стали подругами А ты? Мы уже подруги, Франсуаза Теперь ты оставишь меня Я мог легко обезоружить тебя в прошлый раз Знаешь, почему я этого не сделал? Чтобы ты сама поняла Отщетность попыток побега Ты принадлежишь мне, Жанна Это я приказал мадам Рози Купить тебя и заплатил хорошую цену И это я велел бить тебя по ступням А не по спине Ты должна была понести наказание Но я не хотел, чтобы твоя спина Была обезображена ужасными следами бича Твоя прекрасная спина, которую я так люблю гладить Ты на меня сердита? Ты осужденная, Жанна Отмеченная на всю жизнь цветком лилии Ты закончишь свои дни в мае И если снова попробуешь сбежать, далеко не уйдешь Индиецы знают, что за поимку беглецов назначена премия Единственный выход для тебя Это принять свою судьбу с философией И смирением Твоя судьба могла бы быть еще хуже Ты принадлежишь мне и только мне Я запретил мадам Рози продавать тебя кому-либо еще Я буду навещать тебя каждый день До завтра, Жанна Твоя судьба Посмотрите на нее хорошенько Особенно ты, Жанна Вот что вас ждет, если вы не будете покорными Вперед, девочки Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие братья и сестры Мы снова собрались, чтобы возблагодарить Господа За благо, которое Он нам дарует И сегодня я особо обращаюсь к нашим индийским братьям Цитируя стих 21-26 из главы 9 книги Бытия И выпил Ной вина со своего виноградника И опьянел и лежал обнаженном в шатре своем Сыновья его, Хам, Сим и Афет Прикрыли его одеждой, отвернув лица назад Но Ханаан, сын Хама, увидел наготу Ноя И сказал тогда Ной Благословен Господь, Бог сыновей моих И проклят Ханаан, что унизил меня Раб рабов будет он у братьев своих Так и стало И родились сыновья Ханаана, Сидон и Хет С черной кожей Так что это по воле Божьей черные являются рабами белых И если они служат им хорошо, почитая Отца и Сына и Святого Духа Бог даст им место в своем раю Мадам Роза, пожалуйста, как насчет Франсуазы? В чем дело? Я тебе потом объясню Осторожно! О, Боже мой! О, Боже мой! КОНЕЦ Была та женщина, что пыталась убить мадам Розу. Ее звали Розелин. Она дважды пыталась сбежать, как ты. Тогда мадам Роза приказала избить ее кнутом, а потом заперла в подземной темнице. Когда Розелин вернулась к нам, она чуть не оторвала зубами пенис одному клиенту. Тогда мадам Роза приказала Атласу вышвырнуть ее вон. Как собаку. Какой ужас. Что в моей стране, что в твоей, жизнь для отверженных не сладкая. Жаль, что бедная Розелин не удалось убить эту гадину. Фижана тоже мятежница. Мне это нравится. Но ты должна быть осторожной. Знаю. А ты, Индра, почему ты здесь? Потому что мне это нравится. Не верю. Тем хуже. Я сменю твои повязки. Идем. А она? Франсуаза? Да, Франсуаза. За какое преступление ее осудили? За чепуху. Она убила своего мужа, который ее бил. Франсуаза? Да, нежная Франсуаза. Но у нее есть шанс выйти отсюда. Тебе не больно? Нет, ничего. Что ты хочешь этим сказать? Человека, который заговорил с мадам Розой, зовут Ананда. Он здесь один из самых богатых торговцев. И что? Его жена умерла от малярии два года назад. Не оставив ему детей, он влюбился во Франсуазу. Он готов за любую цену выкупить ее у мадам Розы, чтобы жениться на ней. Но эта дрянь все время отказывает ему. А Франсуаза готова выйти замуж за индийца? Тебя это шокирует? Как все французы, ты думаешь, что мы дикари? Я не хотела тебя обидеть, извини. Я ничего не знаю о твоей стране, о ее нравах и обычаях. Я просто хотела сказать, что если Франсуаза... Ты думаешь, светловолосая и светлокожая европейка не может вступить в брак с примитивным туземцем? Даже если она проститутка, приговоренная правосудием своей страны? Конечно. Кто тебя научил так хорошо говорить по-французски? Это тебя не касается. Тебе повезло, Жанна, что у тебя только один клиент. Но это везение долго не продлится. Подумай об этом. Субтитры создавал DimaTorzok Что случилось? Эта мерзавка меня укусила. Он хотел принудить меня к извращению. Он заплатил за это. Ты еще не поняла? Ты должна удовлетворять все желания клиентов. Атлас, уведи ее в подвал. Тебя высекут завтра. Нет! 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 Он заплатил за это. Ты еще не поняла? Ты должна удовлетворять все желания клиентов. Атлас, уведи ее в подвал. Тебя завтра высекут. Нет! 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 Остановись! Развяжи ее. Атлас? Развяжи ее сейчас же. Атлас, останови ее. Атлас! Атлас! Держите ее. Я велю вас всех высечь. Я всех велю повесить. Что с ней? У нее припадок. Смотрите. У нее цветок лилии. Тихо. Уведите мадам Розу в ее комнату. Сейчас же. Айша, приведи доктора Бантампре и больше ни с кем не говори. Ты с ума сошла. Он нас выдаст. Атлас не мой и не умеет писать. А эта старая шлюха еще не оправилась. Но это мой пистолет. Как ты его нашла? Это не важно. Помоги мне. Чего вы ждете? Развяжите франсуазу. Мне само это сделать? Не шевелись, Атлас. Мы о тебе позаботимся. Я знаю, что ты бывший заключенный. Как мадам Роза. Ты глуп, но ты не злодей. Если хочешь остаться здесь, придется слушать за меня. Сейчас придет доктор лечить тебя. Он спросит, сам ли ты поранился, когда чистил пистолет. Ты ему скажешь «да». Атлас, ты скажешь «да». Теперь я твоя хозяйка. Что ты задумала? Что ты говоришь? Жанна, ты с ума сошла. Индра уже это говорила. Нас выбросят на улицу, отрежут нос. Мы пропали. Пока нет. Я думала всю ночь. У меня есть план. Ла-юа-я? Мем Сахип хочет вас видеть. Кто такая? Она сказала «Жанна Дюбуа». Пусть придет в другой раз, я занят. Это осужденная, Шарль. Пансионерка мадам Розы. Любопытно, что заставила ее просить о уединенции у самого губернатора. Ладно. Приведи ее. Ну, что случилось? У мадам Розы случился удар, господин губернатор. Доктор Бентампре сейчас у нее. Удары? Что же? Она старая и больная. Доктор говорит, что она вряд ли поправится. Ее нужно отправить во Францию. Невозможно, она осужденная. Мадам Роза осужденная? Это было еще при вашем предшественнике, Шарль. Это он поставил ее во главе этого дома. Она больше не в состоянии управлять этим заведением. Здание разрушается, никакой гигиены. Она наказывает девушек за дело и без дела. Чтобы этот дом приносил прибыль, ему нужна новая хозяйка. Несомненно. Но кто? Я. Эти три месяца меня многому научили. Я умею управлять людьми, и я умею считать. Это удивительно для провинциальной шлюшки. Шлюхи умеют считать лучше, чем те, кто им платит, господин губернатор. Этот дом свиданий принадлежит французской компании. Поэтому мадам Роза отдавала вам 40% выручки и 20% отцу Бартоломи на содержание церкви. Слава Господа иногда идет кружным путем, дитя мое. 20% она оставляла на то, чтобы одевать и кормить девушек. И последние 20% на поддержание здания, которым она, по всей видимости, никогда не занималась. Я берусь удвоить выручку, при условии, что дворец будет приведен в порядок. И сколько мне это будет стоить? Где-то от 30 до 40 тысяч ливров. У меня нет таких денег. Тогда я найду другого инвестора, с которым расплачусь, уменьшив ваш процент. Но поскольку я удвою прибыль, вы ничего не потеряете, даже наоборот. Не знаю. Это довольно необычно. И к тому же вы осужденная и такая молодая. Мадам Роза тоже была осужденной. А возраст еще не признак ума. Ради чего вы это делаете, Жанна? Если я должна провести остаток жизни в борделе мая, предпочитаю быть хозяйкой, а не пансионеркой. Ну, я не знаю. Соглашайтесь, Шарль. Если мадам Роза не оправится от удара, мы ничем не рискуем, попробовав вместо нее эту молодую особу. Ну что ж. Но если вы не выполните все то, что тут наобещали, вы снова станете пансионеркой. Договорились? Договорились. Благодарю, господин губернатор. Если хотите знать мое мнение, Шарль, это Жанна Дюбуа никогда не была простолюдинкой, как она утверждает. 40 тысяч ливров – это много. Вы получите 15% прибыли. Но что скажет губернатор? Губернатор согласен. Я не знаю. Есть еще одна награда. Какая? Франсуаза. Готовьте свадебное торжество. Вы на ней женитесь. Идемте. Ты меня поражаешь, Жанна. Но я все равно не понимаю, как ты собираешься удвоить выручку? Мы откроем второй дом свиданий. Ты с ума сошла? Никто на это не решался. Потому что никто об этом не думал. Все, я иду на второй этаж. Нет, нет. Туда, туда. Туда. Я ту зеркал. Субтитры создавал DimaTorzok Отец мой, меня занимает один вопрос. Есть в нашей религии что-нибудь, что мешало бы человеку вроде меня жениться на индианке? Ничего. Если вас не пугает перспектива гореть в аду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Через несколько дней в порт придет французское судно с осужденными. Мы купим не менее уродливых. Ты с каждым днем удивляешь меня все больше и больше. Тебе нравится быть рабовладелицей? Это был единственный способ уцелеть после нашего мятежа. Твоего мятежа? Нашего мятежа. Ты меня поддержала, Индра. Теперь ты моя компаньонка. И это лучший способ добыть достаточный денег, чтобы сбежать отсюда. Я не намерена закончить мою жизнь в мае, если у меня получится. Ты уйдешь со мной? Нет. Почему? Ты боишься? Нет. Не будешь же ты утверждать, что тебе нравится спать со всеми подряд. Дело не в этом, Жанна. Просто, если я покину мае, мне конец. Я не понимаю, почему. Я тебе потом объясню. Почему тебе грозит опасность? Потому что я Сати. Я из благородной семьи, из касты брахманов. Мой отец был советником старого Махараджи, одного северного княжества. Когда мне было 14 лет, старый Махараджа взял меня пятой женой. Мои родные были страшно горды. Через несколько лет старый Махараджа умер. У нас, индусов, обычай велит, чтобы после смерти владыки, его жены, кроме матери наследного принца, были заживо сожжены на погребальном костре покойного. Я не хотела умирать. Я сбежала. Это худшее из преступлений. Моя семья была изгнана, а новый Махараджи велел найти меня, чтобы казнить. После нескольких месяцев блужданий, лишений, я добралась сюда, в Маэ. Губернатор знает эту историю? Нет, ты единственная. Но ты могла бы поступить как Франсуаза? Выйти за богатого индийского купца из фактории? Нет, я из касты брахманов. А они из более низкой касты. А заниматься проституцией для тебя менее унизительно. Да, тебе этого не понять. И потом... И потом... Я поняла, что не люблю мужчин. Я люблю тебя, Жанна. Ангельское личико, господа! Кто даст? 150 ливров за меня. 150. Кто больше? Никто? 200 ливров. 200 ливров. Ну же, господа, господа. О, 200 ливров. Давайте же. 250. 300 ливров для мадам Дебуа. Кто больше? 300 ливров. Никто? Продано за 300 ливров мадам Дебуа. Господа, торги окончены. 300, 200, плюс 300 за последнюю, итого 800. 100 ливров для мадам Дебуа. Вас хочет видеть один господин хозяйка. По-моему, это губернатор. Проводи его в зеленую комнату, Айша. Он знает. Без эскорта и без маски. Какая честь. Но заведение открывается только через несколько дней, господин губернатор. Я вижу, что работы быстро продвигаются, мадам Дебуа. Вы хорошо ведете дела. Разве я вам не обещала? Но прошу вас, садитесь. Не хотите ли я чего-нибудь выпить? Нет, благодарю. Как вам известно, в Европе идет война. Я только что узнал, что маршал Де Сакс побил англичан под Фонтонуа в Бельгии. Рады это слышать, господин губернатор? Здесь тоже война. Или скоро будет. Его величество поручил господину Де Лебурдане, губернатор Остово-Бурбон, поднять эскадру, чтобы захватить Мадрас, занятый британцами. Его флот зайдет в мае, перед тем, как продолжит путь в Пандешерия, на восточном побережье. Очень хорошо. Его офицерам нужно будет немного отдохнуть после трехмесячного плавания. Я хотел бы, чтобы ваш дом открылся вовремя. Я к вашим услугам, сударь. Но можно задать вам вопрос? Почему вы пришли лично просить меня об этом? Вы могли прислать мне письменное распоряжение или вызвать к себе во дворец? Я вам очень обязана, сударь. Вам нужно благодарить отца Бартолеми. Без его настояния... Я говорила не об этом. Вы купили меня. И благодаря вам, мне не пришлось ублажать все мужское население фактории. Это заслуживает вознаграждения, вы не считаете? Как только я вас увидел в первый же день, выставленную на торги на этом ужасном помосте... Однако вы женаты? Да. Несчастливо, как многие обедневшие дворяне. Только благодаря связям моей жены я получил от компании этот пост. И это из верности вашей жене и вашим принципам вы не занимаетесь со мной любовью. Шарль. До работы в компании я был офицером в армии. Одно... неудачное ранение. Я больше не могу. Шарль. Да, Жанна. Я люблю вас. Это не страсть, а привязанность. Погладьте мне спину. Сегодня мне это нравится. Я всегда буду здесь для вас, в этой комнате. Кто вы, Жанна Дебуа? Кто вы на самом деле? Шарль Делалио. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Шарль Делалио. Добро пожаловать в Майэ, адмирал. Благодарю, господин губернатор. Прошу. Морской поход был удачным? Мы в очередной раз покорили океан. Мои люди свяжутся с вашими офицерами по поводу разгрузки. Хорошо. Хорошо. Габриэль. Габриэль. Иди вперёд. Габриэль. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Добрый вечер, господа. Добро пожаловать. Господин де Лабордоне, разрешите представить вам господина Бантампре, недавно прибывшего врача и отца Бортолеми, старейшину колонии. Добро пожаловать, адмирал. Добрый вечер, господин де Лабордоне, разрешите представить вам господина Бантампре. Это удача, Жанна. Вы преобразили этот дом с большим вкусом. Неужели именно на улочках Сулак вы научились искусству декора? Мне очень помогла Индра. Вы знаете, что она принадлежит к касте брахманов, к высшей касте? Перед господом все равны, дитя мое. Кроме, может быть, королей? Кроме королей, конечно, потому что они избраны самим господом. Кстати, я не вижу вашу подругу, Индру. Идемте со мной, отец мой. Я вам покажу. Это чудесно, Жанна. Не так ли, отец мой? Я не знаю. Идемте. Там есть восхитительные сладости. Бокал шампанского, отец мой. Ну, идемте. Бокал шампанского. Это безнравственно. Да нет же. Шампанского. Возьмите это пирожное, отец мой. Отдайтесь очарованию музыки. Как вам мой сюрприз, отец мой? Это возмутительно. Возмутительно? Почему? Эти индийцы. Здесь. Ну и что, проституция не является исключительным застоянием Франции. Индия, она тоже известна. Но этот дом принадлежит компании. Ваша церковь тоже, отец мой, а в ней бывают индийцы. Это не одно и то же. И они не смешиваются с белыми. Вы говорили, что перед Господом все равны. Но заметьте, это крыло предназначено для индийцев. И сегодня здесь не только купцы из Майя, а также богатые жители соседних княжеств. Но среди ваших пансионерок есть француженки. Белые, с этими туземцами. Это осужденные, как и я. А нам долго твердили, что осужденным нет места в обществе. К тому же они и знают, что эти туземцы, как вы их называете, более нежные и искусные любовники, чем большинство наших соотечественников. Неправда. Не знала, что вы эксперт в этой области, отец мой. Пойдемте со мной, я вам все объясню. Отец мой, я пообещала вам и губернатору, что удвою выручку, а с этим индийским крылом я ее утрою. И поскольку ваша церковь имеет с этого свой процент, полагаю, вам не на что жаловаться. Нет, конечно, но... Кто вы, Женна Дебуа? Кто вы на самом деле? Губернатор уже задавал мне этот вопрос. И что вы ему ответили? Что я была одной из тех несчастных, сосланных сюда лишь за то, что не хотела умереть от голода. В то время как Версаль живет на широкую ногу. Приятного вам вечера, отец мой. Добрый вечер, господин Кюре. Прошу прощения, господин адмирал. Да. Я хотела с вами поговорить наедине. И как можно скорее. Тогда завтра утром я кого-нибудь пришлю за вами. Чудесный прием, Жоланна. Все просто в восторге. Не произноси этого имени, нас могут услышать. Ты права, прости. Я говорила с комендантом крепости. Гребцов с Галер будут держать в подвале до самого отплытия эскадры. И что? Он хочет, чтобы я присылала ему девушек. Один-два раза в неделю. В часы сиесты. Ты согласилась? А наши девушки готовы? Конечно. Так они заработают себе немного денег. И нам тоже. Естественно, я никого не буду заставлять. При мадам Розе такого и представить было нельзя. Чуть не забыла. Это для тебя. Что это? Я не знаю. Может, подарок от поклонника? Ты идешь? Я не знаю. Я не знаю. Не беспокойтесь, мадам. Это крыло губернаторского дворца полностью отдано мне, так что нас не будут беспокоить. Не желаете вина? Спасибо, что приняли меня, господин адмирал, но для вина немного рановато. Только не после вчерашней ночи. Великолепный праздник. Позвольте вас поздравить. У меня еще гудит голова, но я привык вышибать клин клином. Ваше здоровье, мадам. Так-то лучше. Кстати, что вы хотели? Говорите прямо. Во время вашей высадки среди каторжников-грибцов я узнала своего друга детства. Это Мулат. Он сын африканской рабыни и кониха при замке, где моя мать служила горничной. В детстве мы вместе играли. В самом деле? Так трогательно. И во что вы играли, позвольте спросить? Дело не в этом, сударь. Габриэль, так его зовут, был осужден за кражу, которую не совершал. Очередная юридическая ошибка. Иногда наши судьи бывают слишком поспешно в своих выводах. Полагаю, вы пришли меня просить отпустить невиновного? Это цель моего визита. Я слышала, что вы столь же смелый, сколь благородный и справедливый. Что до смелости, согласен. Благородный? Пожалуй. Насчет справедливости... А тебя, Жанна Дюбуа, если это твое настоящее имя, за какое преступление, которого ты, конечно, не совершала, сослали сюда? Сударь, но... Это не важно. Что до твоей просьбы, то ты знаешь лучше, чем кто-либо, что за любую услугу нужно платить. Но я... Да, Жанна. Ты об этом знала и, тем не менее, пришла ко мне. Теперь ты не скажешь, что для вина по-прежнему рановато? Ну же, улыбнись. Неужели все было так ужасно? Должна признать, вы знаете, как привезти ваше судно в порт? Так-то лучше. По крайней мере, я сохраню приятные воспоминания о Маэ. Я пью за любовь, мой цветочек. Когда вы отплываете? Через три недели. Судно починят, а мои люди отдохнут. Они должны набраться сил перед грядущими баталиями. Вы хотите отбить мадрасу англичан? Да. И это будет непросто. Там больше тысячи англичан и почти тысяча сипаев. А командует ими некий Крейг Уокер, о котором я мало что знаю. Неужели вероятная угроза моей жизни так тебя взволновала? Как его зовут? Крейг Уокер. Ну, хватит об этом. Одевайся, я тебя провожу. А Габриэль? Габриэль? За которого я просила. Ах, этот. Прости, ничем не могу помочь. Это не в моей компетенции. Но вы же обещали. Я ничего тебе не обещал. Это ты рассказала мне сказку о детской дружбе с несправедливо осужденным. И наверняка этот негр был твоим сутенером. Это ложь. Хватит. Вот тебе. Двести ливров, хотя это даже много. А теперь одевайся и уходи. Уокер. Уокер! 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 Да. Один господин хочет вас видеть. Кто он? Так это были вы. Уходите. Уйдите, или я позову моих слуг. Полно. Хватит изображать знатную даму, Жоланна де Валькур. Ты не носишь перстень своего отца, который я тебе вернул? Чего вы хотите? Поговорить о нашей последней встрече, от которой у меня осталось вот это. Весть о твоей смерти наделала много шума в Версале. Даже наш добрый король негодовал, что не увидит, как обезглавят ту, что стало причиной нашего поражения в Деттингене. Вы заблуждаетесь. Это мой... Тише. Это неважно. Полагаю, ты не в курсе, что наш старый интендант полиции ушел в отставку. И я... Я не получил его пост, как мне было обещано. И все из-за тебя! Дрянь! Я стал тебя искать. Я был уверен, что ты не из тех, кто безропотно умирает в застенках. Я тебя искал. И, наконец, нашел. Будущего в Франции у меня нет, но компания предложила мне организовать полицейский участок в мае. И вот я здесь. Хорошо. Я повторю свой вопрос. Чего вы хотите? Чтобы меня вернули во Францию и казнили? Все зависит от тебя. Пока лишь я один знаю, что Жоланна де Валькур не умерла. Вы так и не ответили на мой вопрос. Верно. Ох! 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 Я смотрю, ты неплохо устроилась. Прошло всего ничего, а ты уже хозяйка процветающего предприятия. Значит, правду говорят, что ты любовница губернатора. Кто вам сказал? Тише. Хоть я здесь и недавно, но я уже многое узнал. Что и понятно, ведь это моя работа. Например, я знаю, что еще несколько часов назад ты была с адмиралом де ла Бурдоне. Ты не размениваешься на мелочи. И что же? Что? Мне нужно немного поправить мои финансы. Ты будешь давать мне по тысяче ливров в неделю. Для начала. А там посмотрим. У компании нет таких денег. Мне плевать. Счета можно подделать. Все равно твой губернатор ничего не смыслит. Пока ты будешь платить, будешь жить спокойно. Если пожелаешь, я даже позволю тебе отдавать часть суммы натурой. Что скажешь? Никогда. Никогда не говори никогда, Жоланна де Валькур. Я зайду в следующую субботу. Так что готовьте деньги. Я должна уехать из Майя и как можно скорее. Он сказал, когда вернется. В следующую субботу. Почему ты не пожалуешься губернатору? Он ведь твой друг? Не могу. Ларош расскажет ему, кто я. И Шарль будет вынужден выслать меня во Францию. Нет, мне нужно бежать. Этот мерзавец будет требовать все больше и не оставит меня в покое. Но куда ты уедешь? Ты сама говорила, что не можешь вернуться на родину. Человек, которого я люблю, находится в Мадрассе. И он может подтвердить мою невиновность. Но Мадрасс в четырехстах ли я отсюда. А твой Уокер англичанин, враг для французов. Тебе нельзя к нему? Ну куда же мне податься? Есть хоть одно место, где я буду в безопасности? Гоа. Гоа. Португальская фактория. Сталь ег с севера от Мээ. На хорошей лодке туда можно доплыть за несколько дней. К тому же португальцы не участвуют в войне. Вот только... Что? Даже если ты сбежишь из Мээ, тебе нельзя ехать туда одной. Ты не знаешь нашего языка. Ты белая. Рыбак, который повезет тебя на лодке, может предать тебя в любой момент. В этой стране женщина не может путешествовать одна. Едем со мной? Нет. И ты знаешь почему. Тогда со мной поедет другой. Кто? Человек, перед которым я в долгу, потому что он спас мне жизнь. Я верну ему долг. Ты об этом черном ангеле? Но ты сказала, что адмирал отказался его отпустить. Я устрою побег. Ты спятила. Он сидит на цепи в подвалах крепости. Значит, туда мне и надо. Конец третьей серии. Фильм озвучен фирмой СВ Дубль по заказу ГТРК «Культура». СВ Дубль по заказу ГТР «Культура» Культура «Культура» Культура «Культура»